Трагедия заключается в невозможности введения ЕС в санкции против Азербайджана. Европейский Союз из-за войны на Украине изменил свою политику по энергетике. И это видно по заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен год назад, когда в Баку она назвала президента Лива надежным партнером. ЕС зависит от природных ресурсов, в особенности от нефти и газа. И лица, ответственные за политические решения, не хотят рисковать и прекращать передачу и распределение энергоресурсов в ЕС. К сожалению, как я отметил, проблема Арцаха исчезла с общеполитической повестки. На уровне глав и министров в Европе последовала реакция на постигшую армян Арцаха трагедию, и отмечалась неприемлемость произошедшего. Президент Франции защищал армянскую позицию, а также французские депутаты, мэры. В Конгрессе США также выражали солидарность армянской позиции, и даже в ЕС есть много друзей Арцаха. Но суть в том, что голоса нужно упорядочить, и нужно оказать давление на Азербайджан. Я выступал за наложение санкций на Азербайджан, Брюссель и Страсбурге. Это очень сложно сделать. И в ближайшее время я не вижу возможности того, чтобы ЕС ввел санкции. Это печально и это трагедия. ЕС и страны-члены должны оказать свою поддержку, особенно в вопросе беженцев из Арцаха.